За мундиром офицера Драгунского полка скрыта интересная история. Когда обмундирование русской императорской армии износилось во Франции, на помощь пришли француженки. Шили мундиры из материала монашеских ряз. С этого времени каждый третий тост в этом полку произносили за французских женщин, которые шили нам такие мундиры. Вот вы согласитесь, что история совершенно необыкновенная, и я не ожидала, что я прочитаю о мундире такую интересную вещь. Выставка «Россия в мундире» в музее заповедника Александра Сергеевича Пушкина собрала самые ценные экспонаты. Здесь можно встретить 14 подлинных мундиров и 55 наградных часов из частных коллекций. Часы в то время несли особую ценность, как материальную, так и духовную. Эти вещи помнят своих владельцев, рассказывает коллекционер Владимир Юткевич. Практически все часы наградные имеют такую подарочную надпись, наградную надпись. Видите, здесь написано, кому и за что. И можно проследить судьбу и того, кто награждал часами, и судьбу того человека, которого наградили. В руках у Владимира серебряные часы. Ими в 1913 году наградили за отличную стрельбу из пулемёта под прапорщика Филиппа Батрякова. Через год он был убит, а часы находились при бойце. Этот экспонат прошёл огонь, воду и медные трубы. Увидеть историю своими глазами – уникальная возможность. Цель этой выставки, как вот было сказано, цель прежде всего показать, рассказать о наших героических страницах русской истории через предметы. Показать, что часами награждали не просто никого-то там на улице, а за героические подвиги, за большие деяния. Посмотреть подлинные экспонаты и окунуться в историю русской императорской армии можно до 30 октября. Эмилия Ареклян, Ферид Харидинов, телекомпания Одинцова.